итак давайте включаю экран у нас сегодня 11 число для тех кто не в курсе многие в курсе я евгений каташов компания ftm brokers начинаем ежедневный прогноз опять же с задержкой у меня сегодня проблемы везде отовсюду с техникой ежедневный прогноз рынка форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения и с точки зрения объемов так переходим непосредственно наш терминал и давайте будем смотреть что происходит итак по еврику мы с вами уже довольно давно обсуждаем ситуацию о том что идет средний срок долгосрочный нисходящий тренд признаки о том что он заканчивается они конечно же есть да то что довольно хорошее сильное движение у нас идет на протяжении августа сентября ланговая но тем не менее четкого сигнала на слом этой тенденции нет поэтому по долгосроку хотим мы не хотим пока у нас планы только вот такие объемы смотрим по всему контракту вот у нас где объемы мы прям настоящий момент толчемся в этих самых объем чеках даже импульсно пытаемся эти самые объем чеки пробить вы понимаете теперь что при работе по среднесрочным идеям мы должны отталкиваться от того что видим здесь да вот есть интересные котировки то есть пока мы не пробьем вот этот объем полностью мы не имеем права работать на продажу давайте посмотрим что же нам показывает наши среднесрочные мысли и идеи они нам показывают факт того что мы находимся в диапазоне выгодных цен на продажу и продавать опять же мы говорим вот про эти объемы ну и получается только вот этот экстрем нам ждать самый сильный вариант работы на сегодня по данному инструменту это будет дождаться пробития вот этих экстремов мы надеемся на это пробитие потому что вот здесь были точечные вливания на зоне 1 2 надеемся что сейчас эти же ребята постараются выдавить этот инструмент все-таки вниз ждем перебития контрольного минимума и на откате где позвон ускопления объемов котировка 1 1590 где-то так 1 1596 1 1591 вот в этом диапазон чеки постараемся найти точку входа на продажу к среднесрочным целям 1 1524 и 1 1455 смотрим объемы которые нам показывают за текущую неделю и за прошлую неделю используем как баланс дня вот он на текущей неделе объем посмотрите на него внимательно то есть вот эти точечные вливания как раз таки у нас совпадают баланс прошлой недели выше текущего положения то есть пока все выглядит все равно у нас по шартовому даже если мы еще чуть-чуть вверх сходим даже если мы дойдем вот у всего этого движения вот он уровень депо он же здесь соприкасается с балансом прошлой недели все равно ребят основная идея шорт но эта идея легко может сломаться в ту самую минуту секунду когда мы окажемся выше зоны 1 2 и закроемся здесь мы это с вами понимаем поэтому на сегодня ждем перебить этих минимумов после этого принимаем решение о входе сделку на продажу без перебить этих минимумов ничего не делаем здесь у нас вчера был разбор с одним человеком интересный момент обсуждали сейчас давайте посмотрим то как мы по традиции рассматриваем тот или иной инструмент и так смотрим по фунту у нас объемы текущего контракта выше текущего положения пары да сейчас нас прогрузится прогрузится данные давайте я тут точно клевание просто вагон давайте мы все-таки иногда будем смотреть ладно сейчас смотрим долгосрока и так по долгосроку все равно еще все по шартовому выглядеть ничего не менее не поменялось григорий только я вылетая но возможно это связано с тем что опять же не установили вы последней версии флэш и так далее я во что там все это дело используется в общем долгосрок вот такая идея ничего не поменялось объемы выше текущего положения пары тоже нам пока говорят о том что покупать однозначно глупо нельзя покупать пытаться угадать когда же произойдет слом вот этого тренда это самоубийство поэтому моя покупка по долгосроку не думаем переходим к среднесрочному анализу смотрим что у нас здесь а по среднесроку есть покупки и в принципе ходе вчерашних торгов это покупки были замечательно у нас тут нарисован и паттерн я не работал сразу же говорю но те кто работали очень классно в этом месте заработали дать посмотрим как у нас выглядят объемы текущего всего восходящего среднесрочного движения максимальное скопление мы видим 129 34 но не будем забывать вот про эти точные ливане здесь у нас точно также был уровень депо поэтому 129 69 это тоже диапазон откуда мы можем дать замечательный отбой сейчас зон у нас снизу нету потому что мы находимся реально на самых максимумах может ли вот здесь произойти отбой от недельной контрольной зоны да может поэтому смотрите если мы сегодня уйдем и закроемся ниже четвертинки а у нас котировка четвертинки нижняя ее граница располагается на удаление 66 пунктов от максимума то есть если мы окажемся ниже чем 129 93 то с завтрашнего дня потихонечку начнем работать на продажу и это будет хороший сигнал по той самой причине что у нас и долгосрока пока выглядит по шартовому вот это хорошие конечно точное вливание не мне реально нравится видите сколько давайте посмотрим просто сколько их тут было на каждое то что в каждом кластере тут заливалось там смотрите 5 700 1000 уже ли действительно 5 700 они 1162 938 ну в общем достаточно много интересных плеваний здесь был это хороший момент для того чтобы остановиться все таки на этой недельной контрольной зоне на сегодня уже покупок рассматривать не буду мы обновили максимум и говорить о том что сходим вниз нарисуем паттерн опять пойдем обновлять максимума достаточно глупо может быть покупки будут завтра но я продажа к сегодня не думаем смотрим как мы закрепимся относительно новой зоны 1 4 1 2 австрал долгосрочная тенденция short объемы всего контракта у нас выглядит находится выше текущего положения пары поэтому о покупках по долгосроку точно не думаем смотрим с точки зрения среднесрочного анализа до что у нас происходит что у нас по средней сроку происходит здесь мы видим новый тест зоны 1 4 давайте постараемся более узко поработать сейчас мы пристально посмотрим на то как у нас выглядят объемы на этой коррекции очень маленькая коррекция но мы обязаны отслеживать именно эту коррекцию не нужно пока никуда выскакивать я прям на 5 минуточку перехожу более пристально сейчас буду смотреть что же здесь происходит вот тут какие классные точечные вливания были у нас вчера на четвертинки да но идея вчера какие были поработать там от четверти на продажу в принципе первые цели мы взяли сейчас как выглядят объемы вот они объемы вот он депок предполагаемой коллекции 071 20 до момента пока не пробьем эти объемы с точки зрения объемного анализа входить сделку на продажу не следует с технической точки зрения у нас есть минимум 071 16 очень узкий диапазон ребят давайте мы этот диапазон чик с вами и выделим вот таким образом это диапазон входа в сделку но не на пробой этого диапазона мы будем работать а в тот момент если мы не обновим этот максимум если да сейчас говорим если мы сходим и пробьем все-таки контрольный минимум господи блин что сегодня вот такое происходит терминалы висят только у меня наверно обново идет какая-то вот таким образом я хочу поработать пробиваем эти минимумы заходим в этот диапазон давайте точно его котировки еще раз вслух обозначим 071 16 071 20 то есть всего-то на всего вот эти четыре пункта 5 пунктов это диапазон для поиска точки входа на продажу при условии сначала изначального перебития контрольного минимума все давайте-ка глянем еще с вами объемы недели где они у нас располагаются здесь но я думаю понятно что мы сейчас в них скажем так утыкаемся потому что вот эти точные выливания как раз таки а у нас и были максимальным и скопление объемов текущей недели значит по прошлой неделе баланс выше здесь до 071 20 и есть опасный момент по котировке 71 11 потому что здесь тоже есть интересный момент на который следует обратить внимание нормально поработать по острову смотрим что у нас происходит по паре новозеландский доллар против американского доллара здесь долгосрочной точки зрения с технического у нас все выглядит по шартовому с точки зрения объема все точно также выглядит по шартовому переходим на наш любимый таймфрейм м15 м30 пытаемся отследить те ситуации которые мы здесь видим и так мы вчера протестировали протестировали зону 1 4 на таймфрейме 15 даже мы смогли увидеть какой-то паттерн если прям вот видите депо ком вот это все движение измерить смотрите где у нас уровень максимального скопления объемов 6552 мы находимся ниже значит инициатива основная у нас только для работы на продажу пока можем ли мы сходи сюда да конечно можем да можем уйти и в принципе вот этот паттерн так сломать немножечко но весь вот этот диапазон мы обязаны с вами использовать качестве точки входа на продажу здесь сейчас входить на давайте по-честному паттерн то есть да вот он есть паттерн вот такой он большой кривой и эта точка входа вот с таким стопом вот с таким тейком вот с таким тейком номер два мне не нравится именно как выглядит новозеландец потому что но очень такой глобальный выстрел был по импульсу от этого паттерна уж если выбирать между австралом и новозелом я конечно лучше поработаю с австралом при наличии паттерна а вот новозеландец но как-то не очень симпатично выглядит согласитесь потом давайте мы его по-честному сегодня пропустим посмотрим что будет завтра иена по долгосроку смотрим на эту замечательную пару и по долгосроку я вообще не хочу ее даже рассматривать то есть вот эти объемы всего контракта который у нас вот до того интересно сформировались то еще вот здесь и мы их туда-сюда я уже ну но что мне говорит мы уже три недели даже четыре каких 34 у нас аж 4 получается значит неделя 2 3 4 5 6 7 недель подряд мы туда-сюда прошиваем эти объемы не смотрим на объемы контракта работаем по среднесроку что нам показывает среднесрочной идеи и объемы текущей недельки значит по текущей неделе 1109 это максимальное скопление объемов можем этот диапазон выделить с точки зрения зон у нас до сих пор идет ланговое движение импульс коррекция импульс я не рекомендовал здесь ходить и в принципе я несмотря на то что мы так далеко ушли я не буду как бы говорить о том что я был не прав потому что вероятность ухода как сюда так и сюда у нас в данном месте было абсолютно одинаково а вот сейчас рассматривая то движение которое мы видим но опять же импульс коррекция импульс спорить бессмысленно это уже по факту есть поработать на откате из диапазона скопления объемов хотя бы вот с таким стопом 1 take обновления максимумов 111 90 2 take недельная контрольная зона достаточно далеко находится 112 70 вот таким образом поработать можно неплохо все это дело смотрится далее канада канада ломает тот паттерн который был нарисован более того канада опять же идет к объемам всего контракта обратите внимание мы зашли в этот самый диапазон то есть те покупки которые мы открывали частично фиксировали часть переводили без убыток однозначно у нас выбило но сейчас покупать не нужно мы находимся в объемах продавать нельзя почему да потому что мы с вами находимся в диапазоне выгодных цен на покупку с точки зрения зон маржинального обеспечения чего же будем ждать то будем ждать а ухода ниже зона 1 2 закреп ниже зоны на откате на отбое от объема будем работать на продажу б будем ждать обновления максимумов на откате работать на покупку внутри этого диапазона принимать какие-либо решения достаточно рискованно все 50 на 50 и вот такой паттерн есть на продажу а по технике все это дело выглядит на покупку и здесь тоже был паттерн который цели своей не дал поэтому все опасно не нужно пока никаких решений принимать по канаде швейцарец на двух счетах пошел сделку объяснял уже подробно вошел просто лимитка сейчас давайте мы поговорим почему я вошел сделочку если объемы контракта смотреть понятно они находятся выше если смотреть как мы по технике выглядим и как идет движение ну вот так и импульс тест 1 2 коррекция и импульс тест 1 2 коррекция и импульс тест 1 2 коррекция это или не коррекция я не знаю чем это будет потом но я знаю что чаще всего когда мы тестируем зону 1 2 это коррекция подавляющем большинстве случаев поэтому я этот момент использую в качестве коррекции есть замечательный вот такой диапазончик максимум на котором были точечные вливания без формирования паттерна я вошел сделку вот с таким стопом вот с таким тейком номер один соотношение хорошие очень хорошие то я прям сейчас показываю меня вход был еще чуть повыше я не рекомендую входить без паттерна поэтому давайте посмотрим что же мы должны будем здесь искать в качестве паттерна есть у нас вот такой минимум есть вот такой меню можем ли этот минимум использовать если говорить логически то нет да потому что это у нас это у нас а нет этот минимум интересны это уже биржевой минимум в час по терминальному времени 17 часов значит по времени чикаго да можем использовать даже этот минимум поэтому самый опасный паттерн посмотрите вот таким образом дождаться пробития этих минимумов на откате стоп вот сюда да и вот сюда замечательное согласитесь соотношение второй вариант менее опасный но более надежный использовать вот эти минимумы в качестве контрольного минимума пробиваем стоп сюда ты их сюда высчитываете нужное соотношение ищите точку входа там где вам будет интересно все вариантов больше нет по швейцарцы поэтому ничего даже не думаем по золоту смотрим объемы контракта мы находимся на них хотим мы этого не хотим мы находимся на них что делаем сейчас ничего не делаем сейчас почему-то по той самой причине что у нас входы если были то они были правильно вот 1 2 у меня висит там по лимит ком просто заходил все эти моменты мы обсуждали входить сейчас на продажу но куда ставить стопу сюда его прятать но это просто вырванный кусок из движения абсолютно ничем не обоснованы у нас есть импульс у нас есть коррекция поэтому сейчас я нарисуем есть импульс есть коррекции мы работаем в рамках вот этого импульса в рамках этого импульса у нас есть либо импульс коррекция импульс коррекция импульс и тогда ну конечно можно войти поставить вот сюда стоп вероятность выбивания 50 процентов поэтому ждать опять же все о чем говорю вчера либо обновление этих минимумов получения первого тейка по тем позициям которым открывали от зона 1 2 2 теки у нас на недельной контрольной зоне котировка от 1182 либо все-таки будут выбивать нас и пара вернее золото инструмент идет выше чем зона 1 2 тогда будет смена тенденции нового сегодня делать не нужно ничего то же самое касается нефти делать что-то новое сейчас достаточно опасно почему-то потому что мы находимся с вами в диапазоне выгодных цен на продажу отбоя от золотой у нас не было поэтому среднесрочная идея у нас в шорт и обязана от отката работать шут паттерн был паттерн был вчера те кто заскочили вчера вот в такую сделку вот поэтому паттерна те молодцы принципе здесь и уровень депок не сопротивлялся да и позволял нам давайте вот точно нарисуем вот если по паттерну изначально было страшно входить вот посмотрите внимательно вот он был первый паттерн и входить вот здесь или на откате было страшно почему объемы снизу были то импульс коррекция импульс в рамках формирования ложного пробоя на повторном откате почему бы не войти было вот в этом диапазоне на тесте уровня депок кто зашел молодцы идея была идею там вчера по разным группам по чатам это дело обсуждалось поэтому кто зашли но можно часть нам пытаться закрывать потому что уровень депок перескочил и мы находимся выше это объективное значение мы видим какие-то точные вливания интересные непонятные на закрытие америки смотрите как точечно долбили да в одни и те же котировки прям дуплетами раз-два 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 что-то тут интересное у нас либо кто-то останавливает жестко вот это падение кто это может быть так подумаем четверти на нет навряд ли вынесли этих ребят не знаю кто это может быть но кто-то все-таки есть по факту поэтому давайте не будем принимать сейчас опять же каких-то поспешных решений кто зашли в сделку пожалуйста оставайтесь в этой сделке на частичку либо закрывать его но обязательный перевод без убыток есть объективное обоснование что же это делать на графике тиковые или биржевые объемы это биржевые объемы тиковые вообще ни на что не влияют хотя бывает что в некоторых моментах они похожи но это реальные биржевые объемы у нас идет кстати смотрите если смотреть все вот это падение вот объема 67 74 до где сейчас находятся и для самых рискованных конечно можно постараться от этих объемчиков за продать инструмент то есть на тесте 67 74 на стоп далекий 68 пунктов стоп даже один к двум нету в принципе даже до дальних целей это плохо в принципе все ребята что у нас если еще что-то сегодня я думаю нет ну нужно мне как-то это технику наладить сегодня какие-то проблемы давно не было проблем аж аж две недели у меня проблем не было травы а тут сегодня все у меня поломалась скажем так давайте тогда будем заканчивать так по золоту отбились от 1 2 построенной от максимума четверга по золоту отбились от 1 2 построенной от максимума четверга здесь нет индикатор я понимаю прошло говорить вот здесь да сколько у нас 1 2 пунктах пунктах 153 где-то да ну да да красиво отбились красиво это идея о том что почему мне не прикрыть то мои сделки или по крайней мере не перевести в безубыток их посмотрим спасибо хорошая информация хорошо что мы можем вот так пообщаться все в принципе ребят давайте тогда будем заканчивать всем поменьше стопу всем побольше профита всем пока пока